Главным героем становлюсь уже явно не я. Извините, коллеги, у меня тут соведущий. Раскормил свою голову. Итак, коллеги, классификация пилингов мы тянули. Пилинги кераторегулирующие – это категория неоднородна по своей структуре. И если эпидермис, если роговой слой у пациента изначально истончен, функционально несостоятельный, поврежденный, чувствительная кожа, казалось бы, какие пилинги можно применить к такому пациенту? Да, потому что в нашем с вами сознании, в нашем понимании пилинги – это всегда сопряжено, понятие пилингов сопряжено с понятием эксфолиации, отшелушивания. Помните, устаревшее определение пилингов говорит нам о чем? Что такое пилинг? Это контролируемое отшелушивание, это контролируемое повреждение. Поэтому старая классификация, старые морально устаревшие пилинги, которые производятся и по сей день, они классифицируются как поверхностные, срединные и глубокие. Но современное понимание пилингов, оно немножечко уже отходит. То есть, понимаете, наш классификатор не подходит для всех продуктов, для всех категорий, для всех марок и компаний. Это внутренний, исключительно внутренний классификаторный тинуэль. Итак, казалось бы, тонкий эпидермис, истонченный, кожа нейрогенная, чувствительная, обезвоженная. Казалось бы, какие пилинги? Нет, коллеги. Вот в тинуэль есть специальная, специализированная категория, подкатегория кераторегулирующих пилингов. Называется это подкатегория кераторепродуцирующих пилинги. Есть специальная категория пилингов, есть специальные продукты, адаптированные как раз для такого статуса, как раз для такого состояния. Да, категория кераторегулирующих, подкатегория кераторепродуцирующих. Подробнее разберем, конечно, мы чуть в дальнейшем. Сейчас общую категорию с вами обхватим, общую классификацию категории, подкатегории, а подробности чуть попозже. Эту категорию кераторепродуцирующую я называю антипилинги. Почему? Потому что все противопоказания для проведения процедуры пилинга у пациента, как то нарушение целостности кожных покровов, повышенная нерогенная чувствительность, острая кожа. Казалось бы, это противопоказание для пилинга, но не для всех. Не для всех. Натинель предлагает специализированный продукт, который предназначен для кераторепродукции. Поэтому эта подкатегория так и называется кераторепродуцирующие, позволяющие уплотнить, восстановить нормальный роговой слой, нормальный статус. Не столько толщину, сколько функцию. Вот такой вот антипилинг. Такая вот очень интересная, уникальная категория. Далее. Если у пациента роговой слой, другая крайность. Если он, мы сейчас говорили о том, если он патологически истончен, то сейчас поговорим, если он в состоянии избытка, в состоянии профицита, гиперкератоз по различным причинам у пациента. Кренический кератоз, генетический, ассоциирован с акной или с другими какими-то нозологиями. У нас есть специальная подкатегория кераторепродуцирующие. Пилинги, продукты, позволяющие истончить роговой слой, привести его в нормальный статус, нормальную функцию восстановить, которая была нарушена за счет как раз гиперкератоза, избыточной толщины рогового слоя. Истончающий роговой слой. Кераторепродуцирующий. И третий подкатегория кераторегулирующих – кератопластики. Кератопластические пилинги. Это тот случай, когда роговой слой нормальный. Попадаются у нас еще такие пациенты с нормальным роговым слоем. То есть в таком состоянии роговой слой не нуждается в какой-то коррекции особой. Но мы имеем возможность поддержать этот статус нормальный и слегка шлифануть. Потому что каждый пациент, получающий наш уход профессиональный, желает уже почувствовать, увидеть быстрые видимые результаты. Он хочет встать в кушетке, подойти к зеркалу и сказать, ой, я вижу лифтинг. Я чувствую лифтинг, как у меня все подтянулось, как у меня улучшились контуры, линии лица. И вот кератопластическая категория как раз-таки позволяет нам поддержать нормальный статус. То есть она и не истончает, и не наращивает, сохраняет нормальное состояние и оказывает эффект шлифовки, подтяжки. Достаточно универсальный продукт, универсальная категория. Итак, кераторегулирующие пилинги, которые в свою очередь делятся на подкатегории. Три подкатегории. Кераторепродуцирующие пилинги в случае, если роговой слой истончен. Кераторедуцирующая подкатегория, если роговой слой в избытке, в профиците, его нужно устранить, привести к нормальному состоянию. И кератопластики – это для нормального состояния, позволяющие придать лоск, бревеск и пилинги с роговому слою. Это уходы в такие экспресс-категории. И вот первая категория кераторегулирующие с тремя подкатегориями. Основной таргет, основная мишень для воздействия этих продуктов – роговой слой, статус эпидермикус, стратум корнеум, роговой слой и эпидермис в целом. Также благодаря этим продуктам мы можем влиять не только на керотиноциты. Я сказал, что это основной таргет, основная мишень. В эпидермисе у нас есть еще другие клетки, наши маленькие дружочки – меланоциты. Вот при помощи кераторегулирующих продуктов мы можем влиять, тоже контролировать, регулировать производство меланина, влиять на меланогенез. Отбеливающие уходы у нас будут основаны как раз тоже на этой категории, на кероторегулирующих. Определили статус эпидермикус в таком состоянии роговой слой, провели диагностику пальпаторную, физикальную. Есть специальная лампа вода, специальное устройство, позволяющие более тщательно, более детально изучить состояние рогового слоя на разных участках лица. У нас есть физиографы, такие микроскопы, позволяющие получить изображение увеличенное в 60-200 раз. Посмотрели, в каком состоянии роговой слой. И тут же обследование, диагноз, лечение определились. Сразу же у вас в голове автоматически возникает категория кераторегулирующих пилингов и всплывает под категория. Какой же пилинг мы будем использовать конкретному пациенту с учетом именно его статуса эпидермикуса, с учетом именно его состояния. Если в разных зонах очень разное состояние эпидермиса, допустим, в центральных зонах очень чувствительная кожа. Так, тут же жалуются, что с изображением у нас проблема и со звуком. Татьяна Семеновна, меня слышно, видно? Это чья проблема? Да, это значит, что все нормально. Все хорошо. Девчули, у меня все хорошо. Народ меня слышит, видит. Попробуйте перезагрузить ваш компьютер. Итак, коллеги, если в разных зонах разное состояние, у нас не всегда однородное состояние, у нас бывают зоны с повышенной чувствительностью, бывают зоны с нормальным порогом, бывают где-то участки даже с гиперкератозом. Если в разных зонах разный статус, но, по-моему, вывод напрашивается сам по себе. Мы на разные участки можем наносить разные продукты с разными свойствами, с разным отношением к роговому слою. Где-то мы можем его восстановить, по крайней мере, поспособствовать репродукции. Поэтому на центральные участки, на веке, можете нанести кераторепродуцирующую категорию, где зоны с избытком рокового слоя, зональный гиперкератоз, очаговый гиперкератоз. Наносим кераторедуцирующие препараты, ну и так далее. Итак, кераторегулирующая подкатегория – это основной таргет в эпидермисе. Это кератиноциты, это меланоциты. Регулируем их активность, подавляем, стимулируем, восстанавливаем нормальный физиологический статус, нормальную функцию барьерного эпидермиса. Вторая категория пилингов называется биостимулирующие. Биостимулирующая категория. Посмотрите на экранчике, у вас должна быть презентация. Итак, категория биостимулирующая. Основным таргетом, основным мишенью для воздействия этой категории является дермальный фибробласт. Дермальные фибробласты воздействия. Стимулируем дерму, а именно фибробластики. А что же мы там стимулируем? Мы в основном увеличиваем анаболическую активность фибробластов, инициируемых к производству нового субстрата. Это нового субстрата в дерме, экстрацеллюлярного матрикса дермы или дермоэпидермального сочленения. То есть это категория анаболических продуктов и препаратов. Однако, коллеги, прежде чем разобрать подкатегории, необходимо сказать, что биостимулирующие пилинги, вы уже обратили внимание на то, что они, в свою очередь, тоже делятся на подкатегории. Три подкатегории биостимулирующих пилингов. Почему есть эти три подкатегории? По какому принципу они градируются? По принципу селективности. Да, стоит сказать, что биостимуляция на Тюнель имеет ряд особенностей. Наши препараты биостимулирующие, они особенные. Что же в них особенного? Первая особенность наших биостимулирующих препаратов – это селективность, избирательное воздействие. То есть мы знаем не только клетки, на которые идет воздействие, фибробласты дермальные, но мы знаем даже рецепторы. Мы знаем рецепторы, которые мы активируем, находящиеся на внешней мембране фибробластов. В этом заключается селективность, избирательность. Потому что в зависимости от рецептора, активируемого на фибробласте, мы на выходе получаем различный субстрат. Помните три вопроса, которые мы все должны с вами знать и задавать спикерам, лекторам, которые преподносят нам с вами, предлагают новые продукты, новые препараты. А вот придете на семинар какой-нибудь очень хорошей продукции, российской, какие-нибудь там замечательные пилинги или биревитализанты. Они очень хорошие, они очень дешевые. Прежде чем приобретать и начинать работать с ними, в общем-то, да, задайте три вопроса, три наводящих, три волшебных вопроса, которые нужно задавать спикерам, когда речь идет о биостимуляции, омоложении, ревитализации. Ну, допустим, вот специалистам скажет, посмотрите, у нас биостимулирующий пилинг, у нас омолаживающий пилинг, какой он хороший. Первый вопрос вы уже поняли, что является таргетом, что является мишенью для воздействия этого продукта. Первый вопрос, понятие таргета, на что идет воздействие, на какие клетки, на кератиноциты, на фибробласты. Более того, на какие рецепторы на этих клетках идет воздействие. Помните, если вы активируете рецептор CD44 на внешней мембране фибробластов, на выходе будет один субстрат коллаген третьего типа со всеми вытекающими, в общем-то, эффектами и последствиями. Если вы задействуете рецептор CD39 или CD40, на выходе будет коллаген первого типа фиброзный. Это будут совершенно другие результаты, и поэтому совершенно другие цели и показания у этого продукта. Второй вопрос, он, в общем-то, уже прозвучал. Что будет на выходе? Какой вид действия произведет клетка в ответ на эту стимуляцию? Допустим, воздействует на кератиноциты. На какое воздействие? Мы простимулируем пролиферацию, мы простимулируем синтетическую активность кератиноцитов, мы супрессируем пролиферативную активность базальных кератиноцитов. Поэтому это будут разные совершенно прямо противоположные результаты и эффекты. Допустим, фибропласт мы активируем, коллаген третьего типа – это будет биоретализация. Коллаген первого типа – это будет биореструктуризация. Это совершенно разные категории, разные морфотипы старения у пациентов. Поэтому нужно выделять, нужно понимать не просто, какое идет воздействие, что омолаживающий пилинг, а таргет и выход. Это понятие таргета и понятие производимого эффекта, производимого результата. И третий вопрос – какова цель, какой целью мы применяем тот или иной препарат, ту или иную методику. Будь то физиотерапия, будь то биоретализация, какая-то инвазивная, ассорбционно-аппликационные методики препарата. Мы должны знать ответ на эти три вопроса – таргет, выход, цель. И вот если спикер может вам это объяснить, может это обосновать, сказать, да, идет в составе препарата, есть леганды рецептора CD44, поэтому мы его активируем. На выходе получаем коллаген третьего типа. Это биоревитализация. Кому она нужна? В общем, всем, особенно мелкоморщинистому и смешанному морфотипу. Пациентам с мелкоморщинистым смешанным морфотипом старения. Вот и все понятно, и не нужно много слов. Мы и так все с вами поняли. Нам и так с вами все понятно. Поэтому запомните эти три вопроса. И не стесняйтесь, можете даже мне их задавать. А можете и не задавать, я и так все вам расскажу. Так, таргетом для биостимулирующих продуктов, для категории этой биостимулирующей таргетом является в основном дермальный фибробласт. Особенность нашей биостимуляции заключается в высокой селективности, в избирательности. То есть мы четко знаем, какой рецептор мы конкретным продуктом активируем, задействуем. Поэтому мы четко понимаем, мы четко знаем, что будет на выходе, что фибробласт нам произведет. И поэтому мы знаем, какой эффект и кому он нужен. То есть сразу вот такая вот логическая цепочка у нас с вами выстраивается. Итак, в зависимости от рецептора, задействованного, активируемого нашими продуктами из категории биостимулирующих, мы делим эту категорию на три подкатегории. Итак, первая подкатегория – это препараты, стимулирующие, селективно, избирательно активирующие рецептор CD44. И на выходе мы с вами имеем коллаген третьего типа. Посмотрите, первая категория – это биостимуляторы селективные коллагена третьего типа. Неосинтез, производство нового коллагена третьего типа, который является у нас с вами маркером, известным маркером молодости. И вот когда мы увеличиваем количество коллагена третьего типа в дерме, мы действительно с вами пациента омолаживаем. Мы с вами имеем двойной такой эффект омоложения – структурное омоложение. Дерма действительно у пациента становится моложе, потому что коллаген третьего типа – это маркер молодости, такой структурный маркер молодости. И пациент выглядит моложе. То есть эстетическое омоложение коррелирует, имеет прямую корреляцию, прямую связь с функциональным, со структурным омоложением. Такую процедуру, такое воздействие мы называем с вами биоревитализацией. Поэтому первая подкатегория биостимулирующих продуктов у нас – это биоревитализанты. Да, у нас есть сорбционно-аппликационные биоревитализанты, есть инвазивные. Но сегодня подробно разберем инвазивные, точнее неинвазивные биоревитализанты. Вторая категория биостимулирующих препаратов – это активаторы, стимуляторы неосинтеза коллагена первого типа. Фиброзный тип коллагена, который нам дает хороший лифтинг, способствует уменьшению и устранению пролагирующих дефектов на лице, на теле. Вот у нас есть биореструктуранты, потому что эффект такой называется биореструктуризация. Мы биореструктуризацией можем назвать эффект, а можем назвать биореструктуризацией такое воздействие, такую селективную биостимуляцию. Можем фибробласту отправить такой посыл, такую информацию, такой мессендж, что нам нужен коллаген первого типа. Почему? Потому что у пациента есть пролагирующие дефекты, ему необходимо их уменьшать, устранять, как-то бороться с ними. У нас есть для этого с вами инструменты и методы, а именно пилинги биостимулирующие под категорией 2, селективные индукторы неокологенеза первого типа. Есть, это называется биореструктуризация. Вот вам пример селективной биостимуляции. Третья категория биостимуляции имеет немножечко другой таргет, другую мишень. Посмотрите, как она называется. Супраметаболик. Это супраметаболическая биостимуляция. Таргетом для этой категории продуктов, для супраметаболической стимуляции, является нетерминально дифференцированный фибробласт, как в первом, втором случае, как в случае биоревитализации, биореструктуризации, а малодифференцированный предшественник фибробластов. Потому что эффективность, эффект, клинические результаты от наших методик биоревитализации и биостимуляции напрямую зависит от пула дермальных фибробластов, от количества и качества этих клеток. Мы же, с кого мы стимулируем фибробласты? Одно дело, если у пациента много фибробластов, мы любим таких пациентов, мы говорим, у тебя кожа благодарная. Посмотри, сделали тебе три процедуры, на четвертую приходит пациент, уже, собственно, нет необходимости, потому что мы получили хорошие клинические результаты. Быстренько, с полпинка буквально, ткнул пальцем, уже куча коллагена. Очень хорошая кожа, очень хорошая ткань, хороший ответ у такой кожи. Почему? Много фибробластов. От количества фибробластов зависит исходный регенераторный потенциал дермы. Исходный регенераторный потенциал дермы. И вот когда мы проводим эти биостимулирующие процедуры, применяем эти препараты этой категории, биоревитализанты, биореструктуранты, мы всего лишь навсего активируем фибробласты, которые у нас есть. Местные локальные дермальные фибробласты. Поэтому эффективность и зависит от того, сколько фибробластов. И хорошо, если их много. Поэтому наши методики будут очень эффективны, и мы будем с вами очень успешны. Но если у пациента этот пул истощен, если мало, небольшое количество фибробластов, регенераторный потенциал у этого пациента низкий. Поэтому эффекты от этой категории, от этих процедур, биоревитализантов, биореструктурантов, будут не очень значимы. Сделаем уже 10 процедур, и мы будем методичны, мы будем все правильно выполнять. А результаты будут так себе, не очень выражены, как у первого пациента. Почему? Да потому что некого стимулировать. Нету таргета. Вы понимаете, это все равно, что пациенту с тотальной алопецы назначить силиконовые капельки для секущихся кончиков. Вот одно дело, моя шевелюра. Там вот есть еще секущиеся кончики, потому что есть волосенки пока. А представьте себе, пациента с тотальной алопецы, у него нет волос. И доктор такой нарядный, вот вам силиконовые капельки, будете наносить на секущиеся кончики. Назначите, назначаете своим пациентам? Нет, не назначаете. Почему? Да потому что у него нет волос, следовательно, у него нет мишени для воздействия этого препарата. Вот та же самая ситуация. У пациента истощенные ресурсы, три дохлые фибробласта на всю морду лица, и вы такие нарядные, мажете кислотой, тыкаете иглами. Так, фибробласты, давайте коллаген, хватит спать, давайте гиалуроновую кислоту. Работайте, работайте. По-хорошему или по-плохому инициируйте, увеличивайте анаболизм, увеличивайте анаболические процессы. Ну, нету там фибробластов, их мало. Поэтому и выход будет тоже не очень выраженный. А, и что же делать нам с такими пациентами? Ну, обнять и плакать. Потому что ситуация достаточно критическая. Это такой вот ургентный пациент с эстетической точки зрения. Уже такой вот, как вы понимаете, бесперспективняк. Поэтому, когда приходит пациент на… Или когда вы уже пришли, подошли к этапу биостимуляции, да, роговой слой вы уже отрегулировали, он уже и не слишком тонкий, и не слишком толстый, он уже нормальный. То есть вы провели курс кераторегулирующих процедур, применили регулирующие препараты, роговой слой у вас уже нормальный, у вашего пациента. Пришло время заниматься биостимуляцией. Пришло время заниматься, активировать биостимуляцию. В дерму. Да, давайте фибробласты. Крыша у вас уже есть, роговой слой хороший. Ну, давайте реставрировать дерму. Давайте заниматься евроремонтом в дерме. А к фибробластике. Ну, вот прежде чем приступить к биостимуляции, к биоревитализации или биореструктуризации, что мы должны сделать? Мы должны определить исходный регенераторный потенциал дермы. Для чего это нужно? Чтобы сформулировать объективный прогноз относительно эффективности этих препаратов и методик. Пациенты говорят, я пройду курс биоревитализации, вообще без проблем. 10 процедур, 5, 4, сколько скажете, столько я пройду. Вообще не вопрос. Я понимаю, что это очень дорого, но какие результаты я увижу? Когда мы с вами формируем прогноз в отношении эффективности той или иной процедуры, тех или иных препаратов, как правило, мы опираемся на предыдущий опыт, на эмпирический опыт. Я применял этот препарат, у этой пациентки я видел такую динамику, у этой пациентки такая динамика, у третьей пациентки, но по идее должно быть примерно то же самое. Я вправе на это рассчитывать? Конечно же вправе. Почему? Потому что я видел хорошие результаты у предыдущих клиентов, у предыдущих пациентов. Это называется эмпирический метод, но он научно необоснованный. Это просто случайные результаты. Это случайная выборка. Чтобы иметь научное обоснование для формирования прогноза, и чтобы он был достаточно объективен, нам нужны исходные данные. Мы должны определить исходный регенераторный потенциал. Что же к нам пришло? Определяем исходный регенераторный потенциал, и по результатам этого обследования, этого предметного обследования, мы уже говорим, ой, вы знаете, у вас позитивный прогностический момент. У вас хороший исходный регенераторный потенциал. Ваша дерма готова к процедурам биостимуляции. У вас есть фибробласты. Сейчас мы этих мелких лентяев простимулируем, заставим их работать, производить коллаген и решим все ваши эстетические проблемы или как-то радикально их уменьшим в значительной степени. Если у пациента исходно низкий регенераторный потенциал, вы его определили как низкий, вы понимаете, что такому пациенту биостимулирующие процедуры препараты не показаны. У него нет мишени. Это пациент с тотальной лапецией и силиконовые капельки для секущихся кончиков. Нет показаний ни для биоэтализации, ни для биостимуляции, потому что нет субстрата, некого там стимулировать. Что же делать с такими пациентами? Обняли, поплакали, всплакнули, но немножечко, и сказали, а у вас, уважаемый мой пациент, есть присутствует негативный прогностический момент. Поэтому прогнозис пессима, пессимистичные прогнозы в отношении биоэтализации, биостимуляции, эти методики, эти процедуры, эти препараты вам не показаны за отсутствием таргета. Вам показана другая категория. Супраметаболическая стимуляция. Супраметаболики вам нужны. С какой целью? Какая цель? Давайте разберем таргет, выход, цель. Все структурно, все логично, все красиво сейчас с вами изобразим. Итак, таргетом, мишенью для этой категории биостимулирующих препаратов, а именно супраметаболической подкатегории, является нетерминально дифференцированный дермальный фибробласт со своими лимитами и ограничениями, а таргетом для супраметаболиков является малодифференцированный предшественник фибробласта. Спящие стволовые клетки, которые у нас есть и в дерме, и в эпидермисе, они находятся постоянно в фазе G0, они спят, они не работают, мелкие лентяи, поэтому этими препаратами, этими методиками, супраметаболическими, мы воздействуем, мы пробуждаем эти спящие стволовые клетки. Что начинают делать пробужденные стволовые клетки? Они начинают пролиферировать и дифференцироваться, они делятся, пролиферируют и дифференцируются, они превращаются в фибробласты. В результате этого воздействия у нас увеличивается пул дермальных фибробластов, увеличивается количество клеток, а от количества клеток, от количества фибробластов в дерме, мы говорили, зависит регенераторный потенциал дермы, регенераторный потенциал дермы. Мы увеличиваем регенераторный потенциал дермы, и поэтому мы с вами будем иметь огромный успех, огромный эффект, очень выраженные результаты от биоревизолизантов и биореструктурантов, потому что именно фибробласты терминально дифференцированные и являются и являются мишенью для этой категории. Все понятненько, да? Таргет, выход, цель. Таргет, терминально дифференцированные предшественники фибробластов, на выходе увеличенный пул терминально дифференцированных фибробластов, цель увеличения регенераторного потенциала дермы. Да, это такая своего рода примедикация для последующей биоревизолизации, биореструктуризации, это подготовка, это обеспечение высокой клинической эффективности и нашего материального с вами успеха. Чтобы все пациенты видели результаты, вот такие три категории с разными таргетами, с разными мишенями и с разными клиническими эффектами. Третья категория, наших пилингов смешанные или мультитаргетные, да, у нас есть препараты, которые одновременно, когда мы их наносим, создам аппликации, да, мы применяем эту категорию мультитаргетную, мы воздействуем сразу на несколько типов клеток, и на кератиноциты, и на меланоциты, и на дермальные фибробласты, поэтому эта категория и называется мультитаргетная, мультитаргетные пилинги. Вот три основные категории с подкатегориями. По вышесказанному есть вопросы, потому что в дальнейшем сейчас мы перейдем к более подробному обсуждению, будем более подробно разбирать каждую категорию, каждую категорию, приводить примеры. Да, тема у нас сегодня классификация. Подробно мы не сможем поговорить, разобрать протоколы, тема просто общей классификации, чтобы вы понимали, чем вы имеете дело. Особенно это важно для новообращенных специалистов. Это очень приятно, что Натюнель завоевывает умы специалистов, умы косметологов, что появляются новые у нас регионы в России, новые страны в мире. Натюнель просто завоевывает Европу, Англия, Португалия, Тюмень. Что там Англия, господи, Тюмень у нас стала работать очень активно, очень хорошо, очень, очень хорошие специалисты у нас в Западной Сибири. Вообще люблю сибирский регион. Так, если вопросов нет, переходим к подробному разбору. Первую категорию пилингов, которую мы разобрали, это кератарегулирующие пилинги. Помните, да? Кератарегулирующие основным таргетом, основной мишенью для воздействия этих пилингов являются клетки эпидермиса, хератиноциты, меланоциты и так далее. Клетки РЕСТ ретиколуэндотелиальной системы. Давайте разберем еще раз эту подкатегорию. Итак, кератарегулирующие пилинги в свою очередь подразделяются на подкасты. Кератарепродуцирующие, утолщающие, восстанавливающие роговой слой, кератаредуцирующие, истончающие роговой слой, кератопластики, это такая шлифовка, это поддержка как бы нормального статуса эпидермикус, нормального состояния. Это шлифовка, это блеск и лоск, самая универсальная категория, конечно же, кератопластики. Итак, первая подкатегория кератарепродуцирующие пилинги. Один продукт у нас в этой подкатегории пилинг полисофт, пилинг, антипилинг, полисофт. Да, в шутку, любя, я этот пилинг называю антипилинг, полисофт. Что он из себя представляет? Флакончик объемом 100 мл, 40% кислот в составе, pH у пилинга 3,5, две кислоты входят в состав. Это кислота лактобионовая 20% и глюконолактон тоже 20% в равных пропорциях. Лактобионовая кислота и глюконолактон. Это кислоты из категории PHA. Это полигидроксикислоты, поэтому называется полисофт. Это не альфагидроксикислоты, это полигидроксикислоты. 20% глюконолактона, 20% кислоты лактобионовой, pH 3,5. Сам гель, сам продукт желирован, он имеет текстуру геля, достаточно плотного, очень комфортного, в работе, он не течет, не стекает, его удобно дозировать, удобно наносить, контролировать очень удобно. В качестве желирующего агента в составе пилинга выступает сукцинат хитозана. Сукцинат хитозана. Это вещество, которое с водой образует гель, загущает воду, и в то же время сукцинат хитозана является полезным для эпидермиса, для рогового слоя компонентов, стимулирует регенерацию, стимулирует миграцию фибробластов. Помните, что фибробласты, кроме пролиферативной синтетической активности, обладают еще способностью к миграции, это подвижные клетки. Есть миофибробласты, очень подвижные. Так вот, сукцинат хитозана, когда мы его наносим на роговой слой, особенно здесь микроповреждения, какие-то микротрещинки, способствуют миграции фибробластов, он их привлекает, такой хемотаксис происходит, то есть сукцинат хитозана выступает в роли хемо, как это называется, хемоатрактанта, да, это хемоатрактант, он привлекает фибробласты, поэтому в участках микроповреждений увеличивается концентрация, увеличивается плотность фибробластов, следовательно, процессы восстановления регенерации там усиливаются, потому что увеличивается регенераторный потенциал, который зависит от пула дермальных фибробластов, но это происходит только там, где есть микроповреждения, там, где поврежден, нарушена целость спидермиса, на неповрежденный роговой слой сукцинат хитозана оказывает просто такое увлажняющее регидратирующее действие, разглаживает морщины сухости, хорошо увлажняет, создает пленочку на коже, вот такой полезный гелеобразователь сукцинат хитозана, сукцинат хитозана, то есть одна сплошная польза, полисофт 40% кислот по аж 3,5 этот пилинг не требует нейтрализации, да, вот почему я его называю антипилингом, вот вы сейчас поймете, во-первых, полисофт не требует нейтрализации, мы его просто наносим на кожу, после экспозиции мы его смываем, просто удаляем, через 10-15 минут мы его смываем, и то не полностью, просто удаляем избытки, да, во-вторых, этот пилинг абсолютно всесезонный, полисофт абсолютно всесезонный продукт, коллеги, период активного солнца он даже показан, потому что уменьшает чувствительность кожи к ультрафиолету, да, является таким фотодесенсибилизатором, период реабилитации автосан после инсоляции, да, его можно использовать после инсоляции, для того, что, ну, такое, знаете, своего рода биоревитализация для эпидермиса, не для дермы, да, полисофт я смело называю биоревитализантом для эпидермиса, на клетке дермы он не имеет воздействия, кроме того, помните, да, если есть микро-повреждения, иногда гвида, сам даже наш идеолог, наш создатель марки Натинуэль, любимый доктор, он создает микро-повреждения на полисофте, наносит полисофт на подготовленную кожу и проходит дермопеном прям по полисофту 0,2-0,25 миллиметра, специально делает дырочки для того, чтобы активировать процессы регенерации не только в эпидермисе, но и в дерме. Вот такой замечательный, очень интересный препарат полисофт. Все сезоны не требуют нейтрализации. И, как я уже вам говорил, единственные противопоказания для этого пилинга, для полисофта, это индивидуальная непереносимость компонентов. Все противопоказания для пилингов, как то острая кожа, нарушение целостности кожных покровов, активное солнце. Какие у нас там еще противопоказания для пилингов? Какой бы беременность лактации для полисофта, это не противопоказание, это показание, он показан при этих состояниях. И, да, три вопроса, таргет, выход, цель. Основной мишень, основная мишень для воздействия кератиноциты. Что делают эти кислоты с кератиноцитами? Стимулируют производство НМФ, природно увлажняющего фактора, поэтому устраняют сухость с шелушением, стимулируют производство церамидов, фосфолипидов, эпидермальных липидов, способствуют восстановлению барьерных свойств, деконтаминирующих свойств, уменьшают нерогенное воспаление и замедляют пролиферацию в базальном слое эпидермиса. Таким антипролиферативным эффектом обладают, но только в том случае, если пролиферация в базальном слое патологически ускорена. Замедляют пролиферацию в базальном слое, уменьшают шелушение и способствуют восстановлению нормальных свойств, нормальных функций рогового слоя эпидермиса. Эпидермис становится гладким, увлажненным, восстанавливается порог чувствительности нерогенной, кожа становится в общем-то нормальной. Вот такой идеальный продукт. Можно наносить на... Поэтому я называю его бюритализантом для эпидермиса. А если еще приложить сверху драмопенчик или мезороллер, то это будет бюритализант для... да, и для дермы в том числе. Полисофт можно наносить на веки в пределах орбитальной косточки, можно наносить на губы, на красную кайму, на волосистую часть головы, на локти, на элементы бляшечного псориаза, в общем, на все, что сохнет и шелушится. Вот такой замечательный пилинг, антипилинг. Не имеет ограничений в номере, не имеет ограничений в количестве процедур. Делайте сколько хотите, да, раз в неделю с интервалом 5-7 дней номером Quantum Satis до клинических результатов, и в принципе этот пилинг не имеет ограничений в номере. Это может быть самостоятельный протокол, то есть на полисофте можно организовать полноценную процедуру для чувствительной кожи, для увлажнения, для ревитализации эпидермиса, допустим, для реабилитации после травмирующих процедур, после лазерной шлифовки, после, допустим, каких-то агрессивных пилингов, после ретиноидов, после ТСА, Джейснера, потому что косметологи до сих пор продолжают проводить такие альтерирующие процедуры, такие методики агрессивные, от которых Европа уже давно отказалась. да, потому что есть альтернатива, вы можете получить такие же результаты, но с меньшей альтерацией, с меньшим повреждением, с меньшими последствиями. А тем не менее, делайте, это ваша ответственность, это ваша зона ответственности, то, что вы рукоблудите, сотворили вы такое чудо, для того, чтобы ускорить ревитализацию, ускорить восстановление эпидермиса, вы можете проводить процедуру полисофта. Процедуру полисофта. Ну, что вам еще рассказать про полисофт? Это может быть самостоятельная процедура, а можно полисофт как продукт интегрировать в другие пилинги, другие пилинги, другие процедуры, допустим, на бюритализацию, там, дермы направленные. То есть полисофт может быть самостоятельной процедурой, а может интегрированный. Ее можно интегрировать, этот препарат можно добавлять к другим процедурам. Вот все, что я им хотел рассказать про пилинг полисофт. Навредить им невозможно. Единственное противопоказание это индивидуальная непереносимость компонентов препарата. лактобионовая кислота глюконолактон это полигидроксикислоты, которые производятся нашими кератиноцитами. Такие компоненты мы называем конгениальными компонентами, они идентичны нашим собственным. Это не какая-то антрихлоруксусная кислота, ксенобиотик. Это эубиотики, это родные нам компоненты, полигидроксикислоты. Прошу любить и жаловать полисофт. Три восклицательных знака, которые означают обязательно иметь на рабочем столе иметь дома этот препарат коллеги. Все косметологи, любите ли вы натюныль, может быть вы его обожаете, может быть вы фанатик этой марки, этой продукции, как я, например. Это не важно, у всех должен быть натюнуэль, без вариантов, у всех должен быть полисофт, все должны знать натюнуэль и у всех должен быть полисофт. Обращаю ваше внимание, коллеги, что в четверг 11-го 11-го будет подробный вебинар, посвященный процедурам с полисофт. Там подробненько разберем сами протоколы, степ-бай-степ, шаг за шагом. Купероз не является противопоказанием. Даже акнеэкскариата, нарушение целостности кожных покровов, не является противопоказанием, является показанием. Почему? Потому что эти кислоты не обладают цепотоксичностью. Полисофт не обладает цепотоксичностью. Если разобраться в биохимических нюансах, кислоты лактобионов и глюконолактона, это витамин С с гиалуроновой кислотой. Вот по факту, да? Почему? Потому что глюконолактон это фактически разновидность витамина С. Витамином С является не только аскорбиновая кислота, то мы привыкли, что витамин С аскорбиновая кислота. Нет, там как минимум четыре вещества, четыре соединения обладают свойственной витамина С, не только аскорбиновая кислота. Глюконолактон это вещество со свойствами витамина С. А кислота лактобионовая – это, в общем-то, как прекурсор гиалуроновой кислоты. Гиалурон к ситаминам С. Нейтрализовать – нет. Смывать – нет. Просто удалять избытки. Противопоказания? Ну, такие я вас умоляю. Коллеги, полюсов подробненько мы будем с вами разбирать в четверг 11-го. 11-го. Да? Да. Поэтому подключайтесь 11-го к вебинарной площадке. Поли-софт во всех подробностях, все вариации применения, все моменты разберем. Вторая подкатегория – киераторедуцирующие. Это другая крайность. Мы сейчас разбирали ситуацию, когда роговой слой истончен. И это является проблемой. Но когда роговой слой утолщен, он избыточен, когда мы имеем с вами гиперкератоз, это тоже ситуация нерадостная. Это проблема. Потому что кожа с гиперкератозом выглядит очень плохо. У нее плохая эстетика. Она покрыта мелкими морщинками, она выглядит обезвоженной, усиливаются все заломы. То есть это значительно прибавляет возраста и создает проблему для пенетрации активных компонентов. Все препараты, все активные компоненты препаратов, наносимые на такую кожу с таким роговым слоем, избыточным, они все останутся в роговом слое. Они не проникнут. Это барьер, усиленный барьер для активных компонентов. А потом ждите эффекта. То есть биодоступность стремится к нулю абсолютно. Ну не проникнет, не проникнет. Ну не будет доступа, понимаете. И это патологическая ситуация. Зачастую гиперкератоз является звеном этиопатогенеза различных заболеваний. Например, акне вульгарис. Всегда прякнет гиперкератоз, либо тотальный, либо перифолликулярный, локальный такой. Гиперкератоз сочетается с гиперпигментацией, с возрастом ассоциированный. Актинический гиперкератоз, возраст ассоциированный, ассоциированный с акне. И поэтому, когда мы устраняем гиперкератоз, мы просто обязаны это сделать, мы решаем ряд проблем. Мы, в общем-то, оказываем лечебное воздействие на кожу. И у нас есть специальная категория препаратов, призванных истончить, устранить избыточный роговой слой. Это категория, подкатегория кераторедуцирующая, редукция, уменьшение. Мы можем уменьшить, избавить пациента от гиперкератоза и улучшить состояние кожи. Или решить какие-то эстетические проблемы. Два препарата в этой подкатегории, необыкновенный бифазик пил, совершенно необыкновенный новый препарат, двухфазный пилинг, бифазик пил и акне пилинг. Поскольку это препараты с одной категории, более того, они с одной подкатегории, они являются более или менее взаимозаменяемыми. Бывают разные у нас случаи, ситуации, поэтому мы можем заменить бифазик пил акне пилингом или наоборот. Давайте разберем бифазик пил, двухфазный пилинг. Коллеги, это нечто необыкновенное, это нечто уникальное в своем роде. Двухфазный пилинг. Не могу показать, но такой флакончик, прозрачная емкость, в которой жидкость 10 мл, и в крышечке порошок. То есть это две фазы, сухая фаза, которая находится в крышечке, и жидкая фаза во флаконе. Пилинг активируется экстемпором по такому же принципу, как и сыворотка Дефенса 25, домашняя, с витамином С. Нажимаете на кнопочку, витамин С высыпается в уфлит, потом вы тщательно перемешиваете, и препарат готов к применению. Таким же образом мы нажимаете на кнопочку, порошок высыпается в жидкую часть, перемешиваете, все кристаллы растворились, пилинг готов к применению. Итак, бифазик пил. Что входит в состав пилинга? В жидкой части пилинга два активных компонента. Первый – это бетаина, салицилат, производная салициловой кислоты и бетаина, триметилглицина, бетаин, триметилглицин. Пилинг неверно считать салициловым, неверно его так позиционировать, это ошибочно. Он не является салициловым, это просто производная салициловой кислоты. Да, там есть салицилаты, но это не салициловая кислота, поэтому это не салициловый пилинг. Бетаина салицилат – один из основных активных компонентов. Какими свойствами? 45% бетаина салицилата. Какими свойствами обладает это производное, это вещество? Ну да, как и салициловая кислота растворяет роговой слой. Это кератолитик, кератолитические свойства, позволяют редуцировать и стончить роговой слой за счет механизма кератолитики. Кератолитик – это растворение рогового слоя. Лизис – растворение. Растворяет роговой слой, но за счет того, что салициловая кислота соединена с триметилглицином, этот эффект очень-очень щадящий. Это мягкий эффект, без особого раздражения, без особых побочных эффектов. Плюс триметилглицин сам по себе еще обладает увлажняющим свойством, стимулирует регенерацию. Триметилглицин, помните, это один из геропротекторов, входит в структуру большой гериатрической пятерки доктора Семенова. Триметилглицин – это вещество, которое продлевает нам жизнь, продлевает молодость и красоту. Очень многофункциональное такое вещество, вообще уникальное вещество – триметилглицин. И вот, а салициловая кислота, свойства салициловой кислоты, основное из которых кератолитическое, мы также знаем, что салицилаты обладают противовоспалительным действием, поскольку влияют на цикл арахидоновой кислоты, уменьшают производство провоспалительных простагландинов, поскольку уменьшают активность СОК-1 и СОК-2, циклоксигеназа первого-второго типа. Противовоспалительные антисептические свойства салициловой кислоты сочетаются с увлажняющими, регенерирующими свойствами ТМГ – триметилглицина. Бетаин и салицилат – уникальное соединение, многофункциональное. Это вещество будет очень хорошо для осветления, для отбеливающего эффекта пациентам с гиперпигментацией. Это вещество будет хорошо пациентам с акне-вульгарис даже в острую фазу. Ну, очень-очень широкий спектр показаний у этого препарата, у этого вещества, у этого препарата благодаря этому веществу. Бетаина салицилат – отбеливающая, противовоспалительная, мягкое кератолитическое действие. Вообще супер. Второй компонент жидкой фазы – это фермент бациллярная протеаза, фермент, который растворяет кератин. Кератолитиками являются всего два вещества у нас с вами. Это бета-гидроксикислота салициловая и энзимы – ферменты протеолитические. Вот здесь объединены как раз два кератолитика – производные салициловые кислоты и энзим, кератолитический энзим, протеолитический – это бациллярная протеаза. Бациллярная протеаза – фермент, растворяющий роговой слой. То есть два кератолитика в жидкой фазе у нас представлены. Что из себя представляет сухая фаза? Что там за порошочек крышечки? Это никотинамид, амид никотиновой кислоты. И когда мы нажимаем на кнопочку, никотинамид высыпается, у нас добавляется третий компонент к нашему пилингу – никотинамид, амид никотиновой кислоты. В концентрации, по-моему, 5% или 6% никотинамид. Какими свойствами обладает никотинамид? Во-первых, биоцидными. Биоцидный эффект у никотинамида приравнен к таковому у клиндомицина. Поэтому никотинамид используется и рассматривается как миметик клиндомицина. У нас в косметике, в косметологии нельзя использовать антибиотики, но можно использовать их биомиметики. Во-вторых, никотинамид – это тоже гиропротектор, не забывайте об этом, омолаживающее действие. Поскольку является предшественником никотинамид, динуклеотид, фосфат, гидрида, такой компонент циклокрепс, у нас митохондрия, увеличивает количество энергии биологически, количество АТФ, заряжает клетки энергии, налаживающий энергетический эффект у никотинамида. Не забывайте об этом. Я каждый день принимаю 100 миллиграмм никотинамида. Но с какой целью? С целью замедлить старение. Да, доктору Семенову нельзя стареть, у него ипотека до сих пор. Поэтому отодвигаем старый, замедляем процессы старения как только можем, всеми возможными доступными способами. Никотинамид, гиропротектор. Никотинамид также регулирует пигментацию, регулирует производство меланина, отбеливающий эффект, противовоспалительный, регенерирующий, увлажняющий. Я считаю, что это уникальные компоненты, только гений мог их объединить в одном продукте. Бифазик пил. Буквально недавно у вас был вебинар. Леночка Юр читала вам такой вебинар по двухфазному пилингу бифазик пил. Активируете, все кристаллы растворились, бифазик пил можно применять локально. Допустим, какие показания? Ну, мы сказали, что все случаи связаны с гиперкератозом. Все нозологии, в которых гиперкератоз так или иначе присутствует. Акне, вулькарис, гиперкератоз – одно из основных звеньев в этиопатогенезе. Пигментация. Да, гиперкератоз, как правило, присутствует в чиге, в зоне гиперпигментации. Гиперкератоз актинический или возраст ассоциированный. То есть во всех этих случаях мы можем применить бифазик пил. Его можно применять локально, прям ватной палочкой или узенькой кисточкой наносить на очаги гиперпигментации. Можно наносить на зоны, если проблема имеет зональную локализацию. Или на все лицо, как в случае, допустим, возраст ассоциированным гиперкератозом. Фотостарение всегда ассоциируется с гиперкератозом. Тогда можно нанести на все лицо, если проблема диффузная, например, у пациентов с акновульгарис. Наносим либо локально, либо на все лицо. Пациенту даем веер, чтобы там содержится небольшой процент спирта, чтобы спирт испарился. Слегка легкое пощипывание пациент испытывает. По мере того, как жидкая часть препарата будет испаряться, улетучиваться, на коже будут появляться такие белые кристаллы, белый налет. Потом перчатками слегка отрем, активируем эти кристаллы и смываем водой без нейтрализации. Я считаю, что этот пилинг всесезонный, потому что он очень щадящий. Вообще для грамотного специалиста с высоким профессиональным уровнем не существует сезонных пилингов. Вы, конечно, как хотите, это мое мнение. Но для специалистов высокого уровня, каким я себя считаю, для меня сезонных пилингов не существует. Я и себе провожу ретинуевый пилинг, наш Ревенол, в период солнечной активности своим пациентам. Я считаю, что сезонных пилингов не существует. Существуют противопоказания и определенные ограничения. Если они присутствуют у пациента, то да, тогда проводим в период, когда Солнце не активно. Но если таких ограничений нет, если пациент адекватный, понимает, что нужно использовать высокий СПФ, СПФ-50, то я могу проводить бифазик пил абсолютно в любое время, независимо от сезона. Поэтому лично мое мнение, что бифазик пил – это всесезонный препарат, всесезонная процедура. Бифазик пил можно проводить как самостоятельную процедуру, так и также ее интегрировать в структуру других пилингов, других уходов. Луиза спрашивает, это аналог H-спот пил? Да, это новая модификация. H-спот пилинг предыдущей генерации снят с производства, он уже больше не существует. Может быть, на остатках где-то в складах есть, поэтому кому нравится, можете его быстренько подкупить, запастись. Но существует более интересная, более эффективная модификация. Это бифазик пил с расширенным профилем действия, с усиленными компонентами. Да, вы, Луиза, абсолютно правы. Это новая генерация, это новая модификация H-спот пилинга. Бифазик пил, прошу любить и жаловать. Пациентам с акне-бульгарис, даже в острую фазу, да, почему бы и нет, чтобы ускорить разрешение, допустим, популезных элементов, да, поверхностные гнойнички, пустулы, пустулезные элементы. Подсушивающее ускоряет эволюцию, ускоряет динамику этих гнойничковых поверхностных элементов на коже. Бифазик пил. Следующий пилинг у нас акне-пилинг, акне-пилинг, который, вот я много общаюсь с московскими коллегами, очень любит Москва, московские специалисты акне-пилинг. Он очень востребован, невероятно популярен именно акне-пилинг. Почему? Он очень-очень эффективный, невероятно эффективный. Я бы сказал, что эффективность у него стопроцентная, коллеги. Вы просто обречены на успех, на эффективность. Акне-пилинг – флакончик 50 мл с пипеточкой-дозатором, желированная текстура. По структуре акне-пилинг – кислотно-ретиноевый. 4% ретин-альдегида, витамина А, ретин-альдегид, инкапсулированный в кристаллические декстрины Шардингера. Это нано-пилинг, это нанотехнология. Помните, да? Кристаллические декстрины Шардингера. Мы вчера достаточно подробно с вами их обсуждали. Кристаллические декстрины Шардингера. 4% ретин-альдегид. Почему именно ретин-альдегид используется в препарате антиакне-профилем? Во-первых, мы же с вами привыкли, что ретиноевая кислота у нас позиционируется. Дерматологи очень часто назначают цис-изомер ретиноевой кислоты в виде системных препаратов ПРОС. Сейчас я слышал, что даже инъекционные препараты из-за ретиноидом появились. Обычно при акне используют ретиноевую кислоту. Почему на тюнель используют ретин-альдегид? По ряду причин. Во-первых, препараты с ретиноевой кислотой априори это фарм препараты. Потому что это фарм статья. Во-вторых, ретиноевая кислота, это истинный витамин А, обладает выраженным антиакнодействием. Почему? Антипролиферативная, замедляет синтез производства себума кожного сала, уменьшает гиперкератоз и так далее. Но обладает провоспалительным действием. Это вторая причина. Третья причина. Почему мы используем ретин-альдегид в препарате антиакнер? Потому что ретин-альдегид это единственная производная витамина А, которая обладает прямым биоцидным эффектом. Прямым биоцидным эффектом. Ни ретинол, ни ее производные, ни ретиноевая кислота. Биоцидным эффектом не обладает. Ретин-альдегид. Ретин-альдегид это прямой прекурсор, помните, у нас эту биохимическую цепочку, трансформация от ретинола до ретиноевой кислоты. Ретин-альдегид это прямой прекурсор истинного витамина А. Истинным витамином А является цис-изомер ретиноевой кислоты. Из-за ретиналина. 13 с ретиноевой кислоты – это истинный витамин А. Вот ретиналь – это прямой прикурсор витамина А. И биоцидный эффект уменьшает популяцию микроорганизмов в роговом слое, в эпидермисе. А гиперклонизация кутибактериум акнес – это тоже одно из веев в этиопатогенезе акне, помимо перифолликулярного гиперкератоза. Поэтому получается, что ретиналь действует на все звенья в этиопатогенезе акне, вульгарис, кроме воспаления. Да, на воспаление не действует, а на все остальные действуют. Гиперпроизводство себума не обладает себостатическим действием, антисебарейный эффект у ретиналя, биоцидный эффект уменьшает количество, уменьшает колонизацию кутибактериум акнес, уменьшает, устраняет гиперкератоз, но не уменьшает воспаление. Ну, как-то бы так получилось. Зато все остальные звенья, все основные звенья устраняет. И именно по этой причине мы используем, по совокупности, по ряду причин, вышеперечисленных на ЧНЛ, в своем акне-пилинге, антиакне-препарате, используют ретиналь, высочайшая концентрация. 4% ретинальдегида инкапсулировано в кристаллические декстрины Шардингера. Кроме ретиналя, что весьма оправдано, как мы выяснили, в составе пилинга другие кислоты. Салициловая, миндальная, азелоглицин, производная азелаиновой кислоты и глицина. Такая мягкая форма азелаиновой кислоты, азелоглицин, калия азелаилдеглицина, по-русски это называется. Пилинг, на мой взгляд, акне-пилинг всесезонный, коллеги, это на ваше усмотрение. Это вы принимаете решение, вынесете ответственность за сезонность того или иного препарата, той или иной процедуры. Требует нейтрализации, нейтрализовать, конечно же, надо. Процедура курсовая, в среднем где-то 10 процедур, может быть меньше, может быть и больше в зависимости от динамики процесса. Акне-пилинг, ну просто обожаемый. Сто процентная эффективность. Я вот подписан в Инстаграме, подписывайтесь на Туэль Москва, там вот коллеги выкладывают результаты своей работы, смотрю, прям глаз радует. Там одна, две, три, ну четыре процедуры и процесс акне, все эти элементы, в том числе и невоспалительные, комедональные элементы, они все разрешаются, поры уменьшаются, кожа становится практически идеальной. Даже способствуют разрешению постакне, постерубтивных элементов, как то застойная эритема с синюшностью, как то рубчики ткань минус, потому что там ретиналь, да, он и стимулирует регенерацию в том числе. Акне-пилинг прошу любить и жаловать. И не забывайте, что бифазик с акне-пилингом являются так условно взаимозаменяемыми. Поэтому, да, допустим, нет у вас бифазик пила, я не удивлюсь, если этот препарат в категорию дефицита у нас с вами, по крайней мере, в Москве, на складе. Татьяна Семеновна, или есть еще бифазик пил, коллеги, заказывайте, пока он есть. Потому что сейчас абсолютно сезон для этого препарата. Допустим, он закончился, нету бифазик пила, вы можете локально на элемент пигментации нанести акне-пилинг. Или наоборот, пациенту с акне-бульгарис нанести и применить бифазик пил. Он очень даже логичен, бифазик пил пациентам с акне. Потрясающие результаты и на акне, и на постакне. Хочу вам рассказать, что это не моя пациентка, просто видел, знаю эту пациентку, знакомая наша с вами коллега в Москве, с постакне тканинус достаточно выраженным. После курса, по-моему, после трех процедур бифазик пил в сочетании с гликолатом имеет очень хороший эстетический эффект выравнивания рельефа. И макро-рельеф, и микро-рельеф, практически идеальная кожа. Это 3-4 процедуры бифазик пил с пирулатом. На бифазик пил, помните, мы говорили, может быть как самостоятельным, так и сочетанным. Его можно применять, интегрировать в структуру других пилингов. Например, структуру биостимулирующих пилингов. Пирулат, гликолата. Сначала убрали роговой слой, его истончили, выровняли, сделали более-менее нормальным и потом применили препарат из категории уже биостимулирующих. На тиноль так принято сначала оказывать воздействие на роговой слой эпидермис, а потом уже применять биостимуляцию. Эти препараты и методы. По-моему, это логично. Итак, кераторедуцирующая категория, два пилинга. Бифазик пил, производная салициловой кислоты с никотинамидом, высокой концентрацией с ферментами. Акнепилинг, кислотно-ретиноевый пилинг. Общая подкатегория кераторедукции. Истончаем роговой слой, уменьшаем толщину рогового слоя, приводим его в норму. Роговой слой становится нормальным и решаем ряд проблем, которые ассоциированы с гиперкератозом. Третья категория кераторегулирующих пилингов – кератопластики. Это категория пилингов, основанная на миндальной кислоте. Поскольку миндальная кислота по отношению к роговому слою является кератопластиком. То есть она не истончает роговой слой, не уплотняет, не наращивает, просто делает его более-менее нормальным. Это пилинги на основе миндальной кислоты, гератопластики. Миндальная кислота обладает также отбеливающим эффектом, антисептическим. Это пилинги с очень широким спектром показаний. Очень востребованная категория с минимальным количеством ограничений и противопоказаний. Два пилинга в этой категории – миндальный комплекс и миндально-фируловый пилинг. Миндальный комплекс и миндально-фируловый пилинг. Миндальный комплекс, очень большой флакон, 200 мл. Обычно косметологов радуют, у нас такие большие объемы. 200 мл. флакон, 40% кислот, pH 1,4-1,7. Пилинг всесезонный требует нейтрализации. Кроме миндальной кислоты в составе миндального комплекса, наши старые знакомые полигидроксикислоты – лактобионовая кислота, глюконолактон, фитиновая кислота, яблочная кислота, аачидомалеку, биоэнергетическое, отсветляющее. В составе миндального комплекса также экстракты. Экстракт басвелии, басвелия серрата, экстракт ладана священного, басвелевые кислоты с противоуспалительным, антисептическим, омолаживающим эффектом. И наш с вами любимчик – резвератрол. Да, очень много я сейчас встречаю публикаций, читаю периодику научную, и все больше и больше статей, которые подтверждают исследования, опубликованные, которые подтверждают эффективность резвератрола в отношении геропротекции, в отношении системного воспаления, как иммуномодулятор, как онкопротектор. Но резвератрол, помните, это наш с вами любимчик, вообще номер один, это геропротектор номер один. И представьте резвератрол в составе миндального комплекса. Вы можете, конечно, со мной поспорить, но я считаю, что это лучший миндальный пилинг на планете Земля. Не только в России, но вообще во всех странах. На планете Земля это лучший миндальный пилинг, по крайней мере, на сегодняшний день. Миндальный комплекс. Себестоимость препарата вообще стремится к нулю. Один миллилитр 100 рублей, если даже меньше стоит. У нас там сейчас может посчитать. Татьяна Семеновна, сколько стоит миллилитр миндального комплекса? Себестоимость. Или Алла Александровна? Вижу, Алла Александровна, привет вам. Большой, большущий. Очень низкая себестоимость, широчайший спектр показаний. Приветик, приветик, Алла Александровна. Ага, жду. Противопоказания, конечно же, в пилинг, миндальный комплекс всесезонный, абсолютно всесезонный, требует нейтрализации. В экспресс-уходах можно применять, потому что пациент сразу же увидит улучшение контуров, осветляющий эффект, порастягивающий эффект. Он сразу почувствует такое вот ощущение, знаете, такое наполнение. Очень многофункциональный, в легкой форме акне. Если вы боитесь делать акне-пилинг, поскольку он все-таки ретиноевый, боитесь проводить бифазик пил в период солнечной активности. Пациенту с акне вы можете совершенно спокойно конструировать, моделировать акне-процедуру на основе миндального комплекса. Мандо-комплекс может послужить основой для пилинга антиакне, антиэйдж в процедуре осветления. Но широчайший, еще раз говорю, широчайший спектр показаний для этого пилинга, для этого препарата. 31 рубль за 1 миллилитр, Алла Александровна, спасибо, коллеги, за 1 миллилитр, а 1 миллилитр – это лицо и шея. Если декольте, то это еще 2 миллилитра. Я обычно ограничиваю лицо и шея по верхнюю границу ключицы. Это 1 миллилитр. 2 миллилитра – это уже глубочайшее декольте. Это уже глубочайшее декольте. Ну, даже с 2 миллилитра, да, допустим, уже сколько там, 62 рубля 50 копеек. А 30 рублей за 1 миллилитр. Кто мне скажет, что натянули дорогая косметика, коллеги? Кто скажет? Кому назначить аминозин внутривенно, дроперидол внутримышечно? Ну-ка, никто не скажет. Не надо это говорить при мне. Да, потому что это не так. Цена великолепная. Себестоимость профессиональных уходов коллеги очень-очень такая лояльная. В общем, она доступна для всех категорий наших пациентов. 31 рубль за 1 миллилитр. Больше повторять не буду, этим все сказано. Да. И представляете, какой состав этого продукта, да? Миндальная кислота, яблочная кислота, фитиновая, лактобионовая, глюконолактон, резвератрол. Басвейлевые кислоты, ачидобасвейлику. Ну, коллеги, ну, я не знаю, что вам еще сказать. Да, миндальный комплекс, коллеги, у всех, у всех, категорически у всех на рабочем столе. Не забывайте, что полисофт уже включен в структуру, уже включен в состав миндального комплекса. Он уже там присутствует. Поэтому иногда косметологи говорят, а можно сделать сначала полисофт, а потом миндальный комплекс. Можно, но просто не нужно. Почему полисофт уже есть в составе миндального пилинга? Допустим, полисофт и акне пилинг, допустим, можно так вот сделать. А с миндальным комплексом они как бы теоретически-то можно один за другим сделать, сайт-бай-сайт. Но просто не нужно. Полисофт уже в составе миндального комплекса. Уникальный по свойствам, уникальный по эффективности, по безопасности миндальный пилинг. 200 миллилитров, говорю, у самого сердца обливается кровью, потому что за вторым флакончиком вы ко мне нескоро придете. Да, вот Алла Александровна делится опытом. Делает его на ягодицы. Ягодицам нравится. Алла Александровна делится опытом. Это очень-очень крупный специалист вонатинуэль в России. Знает на тюннеле, любит еще больше, чем я. Я прям уверен в этом. Посмотрите. На тело, да, такой объем можно на тело применять. Вот на ягодицы Аллы Александровны, например. Почему бы нет, да? На все тело. И миндальный комплекс, коллеги. Прошу любить и жаловать. Идеальный состав, идеальная рецептура. Идеально подобран ПАЖ. ПАЖ 1,4-1,7. Помните, да, надо нейтрализовать. Однако этот пилинг абсолютно-абсолютно всесезонный. Можно делать на экстрафоциальные участки, на волосистую часть головы, на плечи, на ягодицы и так далее. И так далее. Все участки, все зоны не будем уточнять. Не будем. Да. Слышал, в некоторых регионах его эксплуатирует миндальный комплекс для осветления интимной зоны. Личного опыта нет, но могу сослаться на опыт адекватных коллег, которые практикуют миндальный комплекс для осветления интимной зоны. Да, пожалуйста. Я не против лично категорически. И миндально-фируловый пилинг. Миндально-фируловый пилинг – это тоже категория кератопластиков, основанная на миндальной кислоте. 40 флакончик, 50 миллилитров, уже не заиграешься с ним, да. Флакончик объемом 50 миллилитров, пипеточка-капельница, пипеточка-дозатор, 45% кислот. Алла Александровна пишет, что тоже был опыт осветления интимной зоны миндальным комплексом. Да, был опыт. Я думаю, что он был достаточно эффективный и успешен, потому что у нас есть регионы в нашей стране, где эта процедура весьма востребована, пользуется популярностью. Миндально-фируловый пилинг – 45% кислот, объем 50 миллилитров, PH где-то около единицы. Пилинг всесезонный требует нейтрализации, но миндально-фируловый пилинг не подходит для чувствительной кожи, поскольку концентрация кислот больше. Часто спрашивают, в каких случаях давать предпочтение миндальному комплексу 40% кислот 1,4-1,7 PH, и в каких случаях лучше использовать миндально-фируловый пилинг – 45% кислот, PH около единицы. Ну, вы знаете, критерием выбора между миндальным пилингом и миндальным комплексом, миндально-фируловым пилингом и миндальным комплексом будет порог чувствительности, порог нейрогенной чувствительности пациента. Поскольку миндально-фируловый пилинг имеет более высокую концентрацию кислот – 45%, миндальная, фируловая, фитиновая, там три основные кислоты – миндальная, фируловая, фитиновая кислота, более низкий PH, у миндально-фирулового пилинга более выраженный вяжущий эффект. Поэтому миндально-фируловый пилинг абсолютно незаменим в экспресс-уходах, экспресс-процедуре. Когда приходят пациенты и говорят, я должна стать богиней, сегодня вечером я должна сиять, завтра я должна затменить всех подружек, чтобы они все полопались от зависти. Да, такому пациенту можно предложить уход на основе миндально-фирулового пилинга. Фируловая кислота обладает вяжущим действием, поэтому у нее такой эффект шлифовки, эффект подтяжки очень значимый. Пациент встает с кушетки и говорит, я чувствую лифтинг, у него все подтягивается. Да, миндально-фируловый пилинг незаменимый – это препарат первой линии, это препарат выбора в процедурах экспресс-лифтинга, в экспресс-уходах. Но есть определенные ограничения. Это порог чувствительности кожи. Если кожа имеет нормальный порог чувствительности, я предпочту, конечно, миндально-фируловый пилинг. Если кожа более чувствительная, нейрогенная, раздраженная, мы это видим на этапе очищения, когда начинаем процедуру, проводим первый модуль очищения и подготовки. Мы видим, что кожа реактивная, нейрогенная, среагировала, появилась эритема. Мы перестроим процедуру, перестроим протокол и вместо миндально-фирулового пилинга применим миндальный комплекс. Миндальный комплекс подходит для чувствительной кожи, миндально-фируловый не подходит. Поэтому критерием выбора будет порог чувствительности кожи индивидуальной, который вы определяете на инициальных этапах процедуры, когда проводите первый модуль очищения и подготовки. Вот вам, пожалуйста, два пилинга из категории кератопластических. В общих чертах мы их разобрали. Категорию кераторегулирующие мы разобрали. Репродуцирующие, редуцирующие кератопластики. Какой роговой слой, такой пилинг вы и применяете, исходя из статуса эпидермикус. Не забывайте, что в разных зонах может быть разный порог чувствительности, разный статус. Следовательно, на разные участки лица мы можем наносить разные пилинги. Все понятно с этой категории, с кераторедуцирующими. И по мере того, как меняется статус эпидермикус, допустим, вы начали первые 2-3 процедуры провели на основе бифазик пил, отбеливающая процедура или антиакны. Приходит пациент на третью-четвертую процедуру, и вы проводите диагностику. И вы говорите, что вы знаете, ваш статус эпидермикус уже восстановлен. Он соответствует понятию нормы. Следовательно, необходимость в кераторедуцирующих препаратах уже отпала. Вы переходите на кератопластические или кераторепродуцирующие. Вчера мы с вами говорили о том, что Натинуэль пропагандирует принципы индивидуализации процедур, индивидуальный подход к пациенту. Нет, как раньше у нас, помните, были стандарты. Количество пилингов какое? Там 10 процедур. Надо, не надо пациенту. Даже я с этим сталкивался, что у моих пациентов были проблемы. Ну не надо ему 10 процедур, ему бы хватило 3. Нет, нас научили 10 процедур, значит ты получишь 10 процедур. И многие пациенты имеют проблемы. Поэтому Натинуэль пропагандирует индивидуализацию. Количество процедур зависит от динамики. И роговой слой эпидермис, поскольку он на поверхности, он быстро поддается коррекции. Поэтому проводим процедуры кераторедуцирующие, применяем эту категорию. И как только эпидермис пациента восстановлен, соответствует норме, вы уже отказываетесь от этой категории и переходите на другую. Начинаете применять миндальный комплекс или полисофт в зависимости от клинической ситуации. То есть количество процедур зависит от динамики. Только полисофт у нас не имеет ограничения в нумере. Все остальные пилинги имеют ограничения в нумере. И они индивидуальны. Кому-то одну процедуру, кому-то две, кому-то 10. Поэтому смотрите, введите динамическое наблюдение. Поскольку динамика клиническая является критерием, определяющим количество процедур, необходимость процедуры в том или ином виде воздействия. С торговым слоем с эпидермисом разобрались. Следующая категория – биостимулирующие. Мы уже вкратце о них с вами поговорили. Что биостимуляция у нас селективная. Мы точно знаем, что является таргетом, мишенью для стимуляции. Мы знаем, какой рецептор активируем. И какой продукт получаем на выходе. И какие результаты в итоге видит пациент. Поэтому у нас тут три категории биостимулирующих уходов, продуктов. Не всегда это кислотные, не всегда это пилинги. Первая категория – биостимуляция коллагена третьего типа. Там было три, но одна палочка исчезла куда-то. Биостимуляция коллагена третьего типа. Ретикулярного коллагена – это биоревитализация. И у нас с вами есть препарат профессиональный, который выполняет функцию сорбционно-аппликационного топического биоревитализанта. Это сыворотка Action CD44+. Флакончик 50 мл. Основной компонент этой сыворотки – фрагментированная гиалуроновая кислота с массой 10-20 кДт. Такая гиалуроновая кислота является легандом рецептора CD44. Поэтому сыворотка так и называется Action CD44+. Применяя эту сыворотку, мы воздействуем на рецептор CD44 на внешнем вибрании фибробласта и стимулируем фибробласт к производству нового коллагена третьего типа. И в результате этот эффект, эту процедуру мы назовем с вами биоревитализацией. Это обосновано, это оправдано, потому что мы знаем, какой биомеханизм. Биостимуляция селективная. Мы можем провести с вами курс процедур биоревитализации неинвазивной, транскуртанной, применяя сыворотку Action CD44+. Вот это будет основная биоревитализация. Ее можно просто нанести, впитать в структуре. Это понятно, что мы не просто нанесем сыворотку, отпустим пациента, мы проведем целую процедуру. Профессиональные процедуры, профессиональные уходы на тинуэль – это мультимодальные протоколы. Они состоят из нескольких модулей, четыре основных модуля. И вот на третьем модуле, на этапе биостимуляции, мы наносим сыворотку Action CD44+. Это 1-2 миллилитра. Можно ее просто нанести и впитать, поскольку там все компоненты низкомолекулярные. Они достаточно хорошо, в достаточной степени пенетрируют неповрежденный эпидермальный барьер, достигают своего таргета основного и оказывают воздействие стимулирующего. Мы можем поспособствовать пенетрации, можем усилить, применяя какие-то физические методы. Допустим, дермопен, мезороллер без особой кровяной росы. И можем физиотерапию применить, допустим, электропарацию, ультрафонов, форес и так далее. Но знаете, что у нас есть возможность запустить неокалагенез третьего типа в дерме. У нас есть такой препарат, сыворотка Action CD44+. Есть целая процедура, есть целый протокол, который так и называется. Транскутанная неинвазивная биоревитализация. Основной игрок, основной активный компонент в этом протоколе будет, конечно же, сыворотка Action CD44+. Кроме гиалуроновой кислоты фрагментированной, такой вот стимулирующей информационной составе сыворотки, аминокислоты, витамины, гидролизаты бактерий, ну и другие активные компоненты. Она очень богатая по составу сыворотка и очень-очень эффективная. Косметологи ее любят и уважают. На выходе коллаген-3 эффект биоревитализации. Очень хорошо на вейке, на лицо, на шею, на губы, абсолютно на все зоны большого женского лица. Я помню такой термин БЖЛ, большое женское лицо. Лицо, веки, шея, декольте. Вот, пожалуйста. Альтернатива инъекционной инвазивной биоревитализации. Если у пациента второй деформационный морфотит старения, если у пациента имеются пролобирующие дефекты, и провисание, допустим, веки, скулы, край нижней челюсти провис пролобирует, такому пациенту необходимо стимулировать синтез коллагена первого типа, фиброзного типа, для того, чтобы уменьшить эти дефекты. Коллаген первого типа, такой фиброзный, он сжимается и оказывает такую ретракцию на дерму. Сжимает кожный лоскут, уменьшает пролобирующий дефект, уменьшает кожный лоскут, и пациенты им видят выраженный эффект лифтинга. И у нас с вами есть такие препараты, оказывающие эффект биореструктуризации. Такой эффект стимуляции синтеза коллагена первого типа называется биореструктуризация. У нас есть такие препараты биореструктуранты. Два препарата – это пилинги кислотные, гликолат и пирулат. Поскольку у них общая категория, эти два препарата – пирулат и гликолат – являются также взаимозаменяемыми. Давайте разберем сначала пирулат. Пирулат – пилинг на основе пировиноградной кислоты. Флакончик 50 мл с пипеточкой-дозатором. Пировиноградная кислота в составе, гликолевая, яблочная кислота, фитиновая кислота. Пирулат достигает дермы при аппликации, раздражает дерму, закисляет дерму и создают условия, необходимые для производства коллагена именно первого типа. А гликолат очень прохож по составу, по структуре, по свойствам пилинга, но больший флакончик 100 мл гликолат. В составе доминирует гликолевая кислота, более мелкая, поэтому проникает на большую глубину. По старой классификации гликолат я бы назвал срединым пилингом однозначно. Более выраженное раздражающее действие, более выраженный стимулирующий эффект. Но, опять-таки, критерием выбора между гликолатом и пирулатом будет порог чувствительности кожи. Если кожа чувствительна, я применю пирулат. Он более щадящий воздействием имеет. И пирулат для меня абсолютно всесезонный пилинг. Пирулат – период активного солнца просто с удовольствием. Гликолат – более мощный стимулятор, поэтому мы его применяем при выраженной степени возрастных изменений. Но только если позволяет порог чувствительности и в период неактивного солнца. Единственный пилинг, который имеет у нас действительно объективные ограничения по солнечной активности – это гликолат. Сейчас хочу вам сказать, что как раз сезон для такой мощной биостимуляции. Мощный лифтинг и пирулат и гликолат также эффективны для коррекции стрий, особенно белых стрий, горизонтальных, холодных стрий. И в коррекции рубцов, кост, акне на лице и на теле. Потрясающие результаты у гликолата и пирулат. По гликолату у нас в пятницу 12-го числа подробный разбор с протоколами. Поэтому прошу вас 12-го числа будет подробно говорить о гликолате. Гликолат и пирулат – это биостимуляция коллагена первого типа. И последняя, третья подкатегория биостимулирующих препаратов – это и супраметаболическая подкатегория «Интерактив плюс». Таргетом, мишенью для супраметаболической категории, для пилинга «Интерактив плюс» является не сам терминально дифференцированный фибробласт, а его малодифференцированный предшественник. Благодаря этому уходу, этому препарату «Интерактив плюс» мы имеем с вами возможность увеличить пул терминально дифференцированных дермальных фибробластов. Мы можем увеличить пул кератиноцитов базальных и увеличить регенераторный потенциал эпидермиса и дермы, создать условия, необходимые для реализации эффектов биостимуляции, биоревитализации и биореструктуризации. Обязательно сопровождать профессиональный уход, профессиональную процедуру, курсовую «Интерактив плюс» домашним уходом, домашним «Интерактивом» – это абсолютно уникальные препараты, коллеги, это абсолютно уникальные процедуры, безаналогов на планете Земля не существует. Это единственная возможность увеличить регенераторный потенциал дермы, получить эффект даже в тех клинических ситуациях, когда ресурс регенераторный у пациента уже полностью исчерпан. Либо он генетически так детерминирован, что он истощен, ограничен, лимитирован, либо это уже такая артифициальная проблема, созданная самим пациентом. Он злоупотреблял, возможно, какими-то процедурами анаболическими, препаратами с факторами роста, ну или не защищался от гиперинсоляции. И в результате такие пациенты имеют истощенную дерму, малый пул фибробластов, поэтому такие пациенты, такая дерма у пациентов, она, скажем так, имеет ограниченный лимит. Она не реагирует на наши стимулы, какой бы нарядный биритализант в такую дерму вы не применили, просто нет таргета. И единственная на сегодняшний день доступная нам с вами по финансам возможность, да, вы можете поехать в Швейцарию, получить пересадку столовых клеток, сделать тернальную пункцию, пересадить столовые клетки. И да, это можно сделать, есть у нас различные такие, как вы понимаете, способы увеличения регенераторного потенциала, но они очень-очень дорогие и небезопасные. Интерактив плюс воздействует на местные локальные столовые клетки, то есть манипулируем с клеткой. Это не клеточная терапия, это косметические пептиды особой категории, которые пробуждают спящие столовые клетки. И на протяжении четырех месяцев мы должны оказывать такой вид воздействия, такой вид стимуляции для того, чтобы увеличить пул фибробластов, увеличить регенераторный потенциал, и только после этого приступить уже к стимуляции уже самих дермальных фибробластов. Конечно, чтобы разобраться с интерактивом, со всеми биомеханизмами, с особенностями проведения протокола этого курса, необходим отдельный вебинар. Это очень важно, коллеги, применять интерактивный уход домашний и профессиональный нашим с вами пациентам, особенно с истощенными ресурсами. Таких пациентов очень много. Я наблюдаю, есть такая тенденция, что пациенты, у пациентов особенно после 40 лет, их биологический возраст опережает паспортный. То есть пациенты выглядят хуже, старше своих лет, они могли бы выглядеть лучше. У меня есть 45-летняя пациентка, которая, в общем, казалось, сколько ей лет, когда я увидел действительность и паспорт, я не поверил своим глазам. Это что же надо было делать? Точнее, ничего не надо было делать, чтобы иметь такое состояние в таком прекрасном, свежем возрасте. Казалось, у 45 лет, но, боже ж ты мой, моя бабушка в 90 лет выглядела именно так, как эта молодая еще пока пациентка. Вот как раз для таких наших пациентов и создан интерактивный уход, позволяющий увеличить регенераторный потенциал дермы, создать новые клетки, сгенерировать фибробласты, которые впоследствии и будут работать на наше омоложение, на евразимон дермы. Вот такая у нас классификация биостимулирующей категории. Подкатегория А. Анаболическая подкатегория. Селективная стимуляция коллагена 3. Стимуляция коллагена 1. Это биореструктуризация. И супраметаболическая стимуляция, то есть лежащая выше, превыше анаболической стимуляции. Это такая регенеративная категория. Интерактив плюс. Интерактив, коллеги, изучите, пожалуйста, посмотрите семинары, предыдущие вебинары. Записывайтесь на предстоящие вебинары. Я думаю, у нас будет вебинар по интерактиву. Уникальная категория, унивикальные результаты, сравнимые только с пластической хирургией. Ничего лучшего пока в России не существует. Третья категория пилингов. Смешанные, сочетанные, то есть мультитаргетные. Это препараты категории смешанные. Это препараты, которые в качестве таргета имеют сразу несколько видов клеток. Сразу несколько тканей захватывают. И эпидермис, и дермы. И регулируют плочину рогового слоя. Воздействуют на меланогенез. Активируют процессы репарации, регенерации на уровне дермы. Два пилинга из этой категории. Ревинол. Ретиноевый пилинг с 6% ретинола. И мультикислотный пилинг для массажа. Это RX50. Мультикислотный пилинг для массажа RX50. Да, эти препараты пилинги тоже в качестве таргета имеют разные ткани. Улучшают структуру эпидермиса и дермы одновременно. Оказывают биостимулирующие действия. Они универсальны. Они имеют очень много показаний. Я думаю, что ревинол у нас всесезонный, но многие специалисты побаиваются применять ретиноиды в период солнечной активности. Поэтому сейчас, коллеги, самое время пришел в сезон для ретиноевых пилингов, для ретиноевых препаратов. Пожалуйста, давайте вспоминайте ревинол. Пилинг с 6% ретинолом, с никотинамидом 5%, с антиоксидантами, с широким профилем показаний. На антиэйдж, акне, постакне. Это все ревинол. Отбеливающий эффект. Такой он многофункциональный, потому что мультитаргетный. И РЭФС-50 – это наш любимчик пилинг для массажа двухфазный. Два пакетика по 6 мл с кислотами, с аминокислотами, с альфа-бета-кислотами. Смешиваете два пакетика, наносите на лицо и проводите 10-15 минут массажек. Можно даже до 20 минут пролонгировать. РЭФС-50 – пилинг для массажа. Кстати, у нас есть процедура, протокол, позволяющий объединить в одном уходе сразу два пилинга. И ревинол, и РЭФС-50. В различной последовательности. Можно сначала ревинол сделать, потом РЭФС-50. Или сначала РЭФС-50, а потом ревинол. Это самые лучшие результаты. Это потрясающие результаты. Прошу любить и жаловать. Мультитаргетные пилинги. Ревинол с 6% ретинолом. И РЭФС-50 с кислотами и аминокислотами. Антиоксиданты. Там витамин С, витамин Е в составе. Таким образом, мы с вами разобрали структуру, только структуру, без нюансов. Классификацию пилингов на тянули. Три категории, не забывайте. Кера – это регулирующие, воздействующие на роговой слой на клетки эпидермиса. Биостимулирующие – это дерма. Смешанные, мультитаргетные, сочетанные, которые оказывают воздействие одновременно на многие ткани, и на эпидермис, и на дерму. Поэтому они многофункциональные и универсальные. Прошу любить и жаловать. И напоследок я вам скажу еще один маленький секрет. Как это сейчас принято называть? Лайфхак? Прости, Господи. Да, почти все вышеперечисленные пилинги я наношу на впитанное озоновое масло. У нас на тюнеле есть такая позиция – озон-ветал. Озонированное подсолнечное масло в виде спрея во флакончике объемом 100 мл. В составе 3% озонированное подсолнечное масло, альфа-липоевая кислота и бета-глицеризиновые кислоты. Так вот это озоновое масло я впитываю на очищенную кожу. И на почти все вышеперечисленные пилинги я наношу поверх этого впитанного озонного масла. Проще сказать, на какие я не наношу, под какие я озон не наношу. Озоновое масло я не наношу под ревенол, не наношу под пирулат, гликолат и бифазик пил. Остальные пилинги – поли-софт наношу на впитанное озоновое масло. На влажную кожу немножечко озоновое масло на ручку. Делаю массажик, масло впитывается. И поверх впитанного масла я наношу пилинг поли-софт. Вот так вот странно я делаю. Акны пилинг наношу на впитанное озоновое масло. Миндальный комплекс на озон. Миндально-хирурловый пилинг на озон. Экшн-CD44 на озон. Перулат-гликолат нет. Интерактив на озон. И мультитаргетные пилинги. Ревенол без озона. РХ-50 с озоном. То есть сначала озоновое масло, сверху наношу пилинг. Но озоновое масло наносится, а, на влажную кожу, очищенную влажную кожу. Б, в небольшом количестве. И В, полностью впитывается. Полностью впитывается. Вот на такую масляную кожу, на масляную подложку я наношу почти все пилинги, за исключением вышеперечисленных. Это позволяет, а, увеличить эффективность пилинга любой процедуры, следовательно. Поскольку улучшается пенетрабельность, пропускная способность рогового слоя. Во-вторых, это позволяет уменьшить побочные эффекты, уменьшить раздражение, которые могут теоретически возникнуть в ходе процедуры, в результате процедуры. И что еще? Ну, такая антисептическая обработка. Такая масляная подложка под пилинги. Какие у вас, коллеги, остались вопросы по классификации? Да, в течение недели это, в течение следующей недели, я думаю, мы будем с вами говорить, будем разбирать подробно каждый из этих уходов. В отдельности с протоколами, с рекомендациями. Интерактив – это святое. Интерактив, интерактивный уход не заменит ничто. У вас у всех есть любимые какие-то пилинги других марок, какие-то бирютилизанты, инъекции. Но поверьте мне, лучше, чем интерактив, нет ничего. И, во, абсолютно и категорически. Поэтому, коллеги, внимание, интерактив, безаналоговое воздействие, супраметаболическое, категория регенеративной медицины. Это регенеративная медицина, не регенераторная, а регенеративная, она выше регенераторной. Вот так. Вопросы по сегодняшней теме. Классификация пилингов. Какой принцип положен в основу классификации, вы поняли. Понятие таргета. На какие клетки идет воздействие. Никакое воздействие. Сначала воздействуем на норговой слой, на эпидермис, только потом воздействуем на дерму. Сначала при медикации, потом в одной наркоз и основной наркоз. И смотрите, не перепутайте. Логическая структура. Коллеги, вопросики. Одиннадцатого тема. Полисофт. Пятницу. Гликолад. Все вебинары через некоторое время будут доступны по ссылке. Какие пилинги наносить без масла? Давайте перечислим. Без масла. Из категории кераторегулирующих это бифазик пил. Из категории биостимулирующих перулат, гликолат. И мультитаргетные это ревенол. Если вопросов больше нет, пожалуйста, Надежда. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Чмоки, чмоки. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok